МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Путина и Виктора Зимина. Как правило, такие встречи носят отчетный характер, но и дают возможность решить насущные для региона проблемы. В первую очередь речь зашла о том, какие шаги предпринимаются в республике для развития сельского хозяйства и какие социальные проекты действуют в регионе. Я хотел бы предложить вам начать с того, что вы делаете в области сельского хозяйства, в том числе по работе с небольшими населенными пунктами. Спасибо, Владимир Владимирович, что пришло время послушать. У нас небольшой регион, но в Сибири он все равно маленький, мы его считаем знаковым. В рамках развития сельского хозяйства за крайние 4 года мы увеличили почти на 40% с небольшим площадью пахотные. Мы подняли практически все крупные сельские, если в бюро дружить, совхозов, восстановили все. На 60% увеличили валовый сбор зерна, мы на 47% увеличили уроженность за счет новых технологий. Самая проблема, я считаю, не только в Хакасе, это у всех регионов, это наши окраины. Те малонаселенные пункты, которые при советской власти практически были обескролены той частью, что мы группировали в крупные совхозы, в крупные поселения. Сейчас мы черпаем от этого и беду отчасти, потому что они не очень живучими-то в рыночной экономике оказывается. Мы приняли для себя программу поддержки малых сел и развития. Она и социально направлена, Владимир Владимирович, но и мы не забыли в экономике. Практически год, как мы ее провозгласили, где-то с полгода, как она работает у нас. Первые шаги. У нас есть успехи, мы гордимся, радуемся. Самое главное, что в этой части наше население, которое в основном там проживает, еще и титульная нация. Это сохранение языка, культуры. Я с гордостью могу вам сообщить, что самое главное, еще и у городского населения появилось удовлетворение, что они тоже в этом процессе участвуют через бюджетную составляющую. И с июля месяца, я думаю, что платежи уже где-то вот сейчас начнут поступать, мы будем платить по 500 рублей, кто держит корову. Есть люди, которые держат по 15 голов. Для них 3, 4, 5, 6 тысяч дополнительных средств государства, это очень знаково. Не надо каждый раз в течение месяца что-то прирезать, тем более не сезон. Можно эти деньги учить детей одеваться. Но воспринялись большим воодушевлением. Виктор Зимин доложил, что восстановление Саяна-Шушинской ГЭС идет строго по графику. Работы должны завершиться в следующем году. Владимир Путин обсудил с руководителем региона и тему соцподдержки населения. Глава государства пообещал рассмотреть вопрос о включении Хакасии в правительственную программу строительства детской республиканской больницы. Большая просьба есть от всех жителей республики. Во-первых, есть слова благодарности. Мы прошли по всей цепочке с вашей помощью, получив вроде бы, казалось, окончательное решение по решению этого вопроса детской смятности, получив, вошли в программу по строительству перинатального центра. Но вот осталось одно звено. После перинатального центра надо и лечить детей. До возраста, пока не ходит у нас взрослая жизнь. Мы построили хирургический новый корпус, мы строим терапевтический новый корпус. Мы в программе по перинатальному центру, если бы была возможность дать поручение правительству Российской Федерации, включить в программу нас на 14-й год по строительству детской республиканской именно больницы, которая будет обслуживать все поселения, потому что в самый тяжелый случай всегда в центр едут. Это бы все служило как раз и, понятно, здоровью наших детей, настроению матерей. Хорошо, сейчас поговорим об этом и, конечно, будем искать решение. Игорь Михайлович, совсем в другую сторону, таким глобальным вопросом. Один из них – это электростанция. Как Вы, как руководитель региона, оцениваете работы, которые там ведутся по ее полному восстановлению? Вадим Ильич, восстановление идет строгом в граффити. Все те поручения, которые Вы давали новому руководству Росгидро и станции, все соблюдается. Особенно хотел бы поблагодарить в рамках, конечно, социального развития поселка Черевушки тех людей, которым... И Вы мне тогда первый раз замечание издали в Викторе Михайловича и видеть не станции, а людьми. Я помню это. У меня нет замечаний. Инфраструктура, связанная с реконструкцией дороги и так далее. Да, тот участок был выполнен первый, но у нас уже потом случилась еще одна беда. Мост через Абакан упал, да. Мы дали поручение, и мы начали... Мост восстановили, но он не отвечает тем возможности, чтобы 400-тонные трансформатора перевозить через эту конструкцию. Он работает в том режиме, обслуживаясь на сегодняшний день только алюминиевый завод и разрезы угольные. Были вынуждены принять решение с Росгидро, с Минфином, с Минтрансом. Все пошли навстречу и включили дорогу Абакан уже с Айного-Курска, еще 70 километров в реконструкцию. В этом году мы выполняем очередной участок. Я очень надеюсь, что правительство выполнит тоже свои обязательства. Мы свои деньги тоже внесли. Нам еще нужно будет миллиард 200 на 2014 год, чтобы 100% выполнить эту работу. Заявка есть. На этой неделе газета «Хакасия» опубликовала еще одно программное интервью временно исполняющего обязанности главы «Хакасии» Виктора Зимина. Статья вышла под заголовком «Время детства – время материнства». В ней речь идет о том, что решение проблем материнства и детства – одна из главных государственных задач. И для ее решения в республике будет приложено максимум усилий. Как пример – строительство перинатального центра, о котором раньше не приходилось и мечтать. Цитата. «Данный проект был одобрен Москвой вопреки всем правилам, так как ни по территории, ни по количеству населения, ни по каким другим стандартам Хакасии подобный медицинский центр просто не полагался. Выходило, что нашим матерям для сохранения детей нужно ехать в Красноярск, Новосибирск, Москву. Теперь все будет рядом, прямо в Абакане – свой перинатальный центр, где женщинам всегда помогут, где выходят и спасут любого ребенка. Так что для рождения и для дальнейшего воспитания детей будут создаваться самые комфортные условия. Чтобы каждая семья, каждая мать знала, в любой ситуации власть не оставит без внимания ни ее, ни ее ребенка. Ездим за пределы Республики Хакасия, если что-то касается или патологии, или что, каких-либо обследований. А если у нас будет в Абакане, то я считаю, это замечательно. Это все удобно, доступно, чтобы должно было, чтобы роженицам было комфортно. Демографический рост стимулирует и решение проблемы очередности в детские сады, которая, по словам Виктора Зимина, должна быть полностью решена в ближайшие два с небольшим года. Снять остроту проблемы удалось и в течение предшествующих лет. Цитата. Очередь на места в дошкольные учреждения существенно убавилась. В прошлом году детские сады Республики дополнительно приняли 2355 дошколят от трех до семи лет. В этом году создается еще две с половиной тысячи новых мест и начнется строительство пяти новых детсадов. Положительные результаты нам дает и практика открытия дошкольных отделений в общеобразовательных школах и семейных групп. Мы также приветствуем создание частных садиков, поддержим их финансами. Так что я уверен, к 2016 году в Хакасии вообще забудут о том, что такое очередь в детский сад. Плюсы частных детских садов это маленькая комплектация групп и индивидуальный подход к каждому ребенку. Не всегда детям места достаются в обычных садах. Вот. Ну и очень хороший выход из положения. Открытие детских садов это очень большое и важное дело. Почему? Потому что на сегодняшний день существует очень большая очередь в муниципальные детские сады. Проводимая правительством политика на решение самых важных социальных проблем и в первую очередь материнства и детства может способствовать тому, что число многодетных перешагнет шеститысячный рубеж. Цитата. На сегодняшний день в республике проживает пять тысяч шестьсот пятьдесят девять многодетных семей. И только за первое полугодие 2013 года на их социальную поддержку из бюджета было выделено свыше двадцати одного миллиона рублей. Но этим дело не ограничивается, поскольку задача власти не может сводиться к раздаче чего-то кому-то. Наша обязанность создать условия, при которых люди бы не боялись иметь много детей. Вот почему помощь многодетным семьям в Хакасии имеет самый широкий диапазон от покупки микроавтобусов до массового выделения бесплатных земельных участков. Самое главное, подводит итог Виктор Зимин, что эти выросшие и уверенно вставшие на ноги дети в дальнейшем тоже смогут построить собственное жилье на родной земле и их родителям не грозит одинокая старость. На этой неделе Россельхознадзор озвучил данные о результатах, взятых на проверку образцов почвы из китайских теплиц. То, о чем раньше лишь предполагали, делая вывод на визуальные оценки, теперь получила оценку документальную. Анализы показали присутствие в почве целого ряда опасных для здоровья компонентов, на основании чего очевиден вывод, что выращенные в китайских теплицах овощи вредоносны. Об этом говорили давно, но вот теперь получили документальную оценку. При этом специалисты уверены, что обнаружили еще далеко не все. Обработана только третья часть из 70 образцов грунта, взятых на пробу. Сегодня у нас в гостях руководитель управления Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тува Сергей Машуков. Наши вопросы гостю касаются озвученных на этой неделе данных по загрязнению почвы и в целом ситуации с китайскими теплицами и их продукцией. Сергей Викторович, добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в каких теплицах были взяты пробы и какова дозировка тех вредоносных веществ, которые были там обнаружены? Значит, пробы были взяты в теплицах возле поселка Ташиба, занимающих площадь порядка 280 тысяч гектаров. Пробы были взяты, 73 пробы было взято из этих участков. Значит, и на сегодня 73 пробы 40 земельных участков. На сегодня получены результаты 23 пробы. Результаты не то, что неутешительные, как бы крайне отрицательные в первую очередь для здоровья жителей республики Хакасия. То есть и вот с 23 земельных участков на 20 участках выявлены превышение предельно допустимой концентрации вредных химических веществ. То есть на двух земельных участках это превышение предельно допустимой концентрации мышьяка. Значит, на 20 земельных участках, извиняюсь, на 18 земельных участках установлена умеренно опасная категория загрязнения фосфтором и на 7 земельных участках еще умеренно опасная категория загрязнения азотом. А вот на 11 земельных участках установлена чрезвычайно опасная категория загрязнения азотом. То есть что сразу можно сказать, что вот эти 11 земельных участков восстановиться уже не смогут. Они по закону теперь и по истинному положению дел будут выводиться из оборота земель с ухоженого значения. То есть они навсегда утеряны для этой категории земель. Ну и единственное на них, что это придется осадить защитные лесополосы и так далее. То есть таким путем как-то использовать эту землю. А вот те вещества, что обнаружены в почве, вот есть вообще они могут содержаться в овощах и те вещества, которые обнаружены, чем они опасны для здоровья? Различные растения накапливают очень большое количество мышьяка. То есть это все травы, салат, лук, сельдерей, кинза, грибы и буквально все овощи. Буквально все. То есть капуста, свекло, морковь, огурцы. То есть соответственно накапливая высокие концентрации мышьяка человек потребляет с этими овощами и с травами этот же самый мышьяк, который опять же может очень долго аккумулироваться в организме и соответственно и выводится он крайне медленно. А чем опасны все эти компоненты? Значит опасность в первую очередь то есть мышьяк входит в группу особо опасных загрязняющих веществ. И при длительном воздействии он представляет опасность как канцероген, как опасность появления новообразования кожи, легких, печени. Опасность появления многих других тяжелых заболеваний. То же самое относится к фтору, там только другие будем говорить болячки, то же самое и к азоту. То есть все компоненты... Да, все компоненты, их таковы, что человек завтра будет долго гадать и думать, от чего он заболел, а заболел просто за собственные деньги, так будем выражаться. А вот использовали запрещенные препараты или речь идет о передозировке? Значит, не по всей видимости, то есть при всех проверках находились упаковки из-под ядов неизвестного происхождения яда химикатов, значит, пестицидов запрещенных в Российской Федерации. Просто на сегодня эта категория пестицидов и агрохимикатов два года как у нас полномочия забраны, переданы Роспотребнадзор. Ну, так как лаборатории у нас могут и практически они одни оснащены необходимым лабораторным оборудованием, мы как бы это выявляем. Более того, что вот и на этих участках я не сказал, просто еще нет официального заключения, там тоже выявлены также пестициды, запрещенные к применению в Российской Федерации. Поэтому, кроме этого, совершенно абсолютно понятно, значит, научным работникам, работникам лабораторий опытным, что очень многие химические вещества и яды мы не устанавливаем, потому что лаборант непосредственно использует реактивы те, которые, то есть берется список примерно, что он хочет обнаружить, то, что мы знаем, что вносится, а те вещи, которые мы не знаем, использовали, значит, их еще крайне трудно обнаружить. Но вот в тех теплицах, где обнаружены эти химикаты, вот в этом году овощи выращивались, то есть они могли попасть уже на прилавах? Да, значит, там только по двум пробам, насколько я помню, это теплицы, которые использовались в прошлом году, ну, то есть разница невелика, в прошлом году мы это съели. Все остальные участки, это вот сейчас, в которых был собран, теперь урожай уже собран, практически реализован, там находится на базах и так далее. А какой теперь порядок действует, чтобы исключить подобные технологии в будущем? Потому что ведь на следующий год на тех же самых теплицах появятся те же самые китайцы с той же самой технологией и с теми же самыми химикатами. Тут три варианта. Значит, однозначно земли должны от такого собственника изыматься. Значит, закон позволяет изымать земли в трех случаях. Первое, это неиспользование в течение трех лет по назначению. Второй момент, это существенное снижение плодородия. Снижение плодородия, кстати, тоже, они сказали, есть по результатам экспертизы. И третий момент, ухудшение экологической обстановки. То есть то, о чем мы с вами говорили. Получив окончательные результаты всех проб, мы будем подготавливать документы для передачи в суд об изъятии земельных участков. В чью собственность? Собственность государства. Собственность государства. То есть у тех собственников, несмотря на то, что они собственники земли, у них все равно будет это изъято. Загон позволяет в этих трех случаях абсолютно верно изымать землю. Данный вид использования земель взят с нами на особый контроль, взят прокуратуру республики, взят главой республики на особый контроль. Мы регулярно информируем всех перечисленных инстанций. Поэтому я думаю, что мы придем к тому, что теплицы, бога ради, пусть строятся больше, но у них будут люди работать добросовестно, люди выращивают овощи и фрукты. Ну да, и фрукты абсолютно безопасны для здоровья граждан Хакайи. Вот говорилось о том, что на следующий год уже ни одной квоты китайцев нету, овощеводов. То есть они... Да, на следующий год, то есть принято решение было, собиралась рабочая группа. И, значит, в первую очередь, правительство республики настояло на том, чтобы всем собственникам земель, которые привыкли использовать китайскую рабочую силу, было отказано в ходе на именно рабочую силу китайцев и овощеводов. И, Сергей Викторович, вы говорили о том, что активная борьба за продовольственную безопасность, она обрушила цены. А вот как это одно с другим связано? Ну, получилось... Да, это парадокс, с одной стороны. С другой стороны, увидев собственники, там, владельцы, арендаторы, все они в одной, будем говорить, экономической цепочке. Все их процветание, благополучие зависит от того, сколько будет урожая собрано и продано. И так далее. Поэтому, когда стало совершенно ясно для владельцев теплиц, что теперь дальнейшей судьбы у них нет, они, естественно, уронили цены на урожай, затарили все базы в республике, какие можно, и таким образом нормальным помидорам, то есть есть у них тоже претензии, ну, по крайней мере, нормальным овощам с Казахстана, Даджикистана, Узбекистана, значит, им закрыли путь-то сегодня. У нас везде, где бы ни лежали помидоры, где указано Бишкек, Ташкент, Азербайджан и так далее, это все помидоры выращены в китайских теплицах. Вот я и хотел уточнить, вот... Все остальные овощи тоже. То есть вот 100%? Да, значит, абсолютно верно. Мы просто пытались даже на анализы найти 2 килограмма, и все промониторили, нигде нет привозных овощей, все из китайских теплиц. И вот скажите, пожалуйста, вот качественные овощи без большого количества химикатов выращивать в нашей республике можно? Не просто можно. У нас созданы все условия с большой количеством солнца. То есть выращивание в открытом грунте с помощью вот этих теплиц у нас дает очень хорошие результаты. Результаты, как будем говорить, для всех там работающих, так же и для бизнеса. Просто владельцы вот тех теплиц, о чем мы говорим, давно увлеклись не просто прибылью, а сверхприбылью. То есть закладывая абсолютно минимальные затраты, используя вредные химические вещества, вплоть до того, что у них есть определенные вещества, это нам наглядно показывали, надрезается стебель, мажется красным веществом, и помидоры через несколько десятков минут становятся красными на кусту. И так далее. То есть это очень масса технологий у них применяется в этом отношении. Поэтому у нас есть все условия, чтобы выращивать качественно, и при этом никто в убытках никак не был. Тем более правительство уже второй год имеет программу по субсидированию, строительству, по оборудованию тепличных комплексов. Сергей Викторович, спасибо, что пришли к нам, нашли время прийти к нам в студию, знаю, что у вас на этой неделе напряженный график. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. У нас в гостях был руководитель управления Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тува Сергей Машуков. Поводом для беседы стали шокирующие данные анализов грунта в китайских теплицах, где обнаружен целый ряд опасных для здоровья компонентов, усиливающих рост овощей. К широко разрекламированным Ивановским озерам в Орджоникидзевском районе республики растет поток отдыхающих. Однако путь туда затруднен, на дороге труднопроходимые участки. Но на одном из них все же начались работы по реконструкции. План сдачи объекта – ноябрь этого года. Любопытно, что базирующиеся в районе ДРСУ выполняет положенные по плану объемы практически за собственный счет. Такой альтруизм в наше время случай исключительный. Но население обращалось, в основном это жители поселка Приисковый, и к дорожным строителям, и к властям наладить беспроблемное сообщение. Порой домой попасть невозможно, настолько разбита дорога. От районного центра до периферийного поселка Приисковый 110 километров пути. Дальше Ивановские озера. Местных жителей дорога дальше беспокоит мало. В основном туда едут туристы из других регионов. Но можно ли туда проехать, звонят в Приисковый, узнать обстановку. Если не пробраться до поселка, значит и на озера тоже. Прежде чем приехать, стали звонить знакомым, можно ли проехать на поселок. Слышали, что такая ужасная дорога, невозможно даже на УАЗике проехать, либо еще на чем-то. Ну а такие иномарки, они даже не начинают двигаться в путь, боятся, потому что у нас своя личная машина, мы порвали бампер. Этой весной дорога и вовсе стала непроходимой. Весенняя распутица преподнесла такой сюрприз, что многие не могли из поселка выбраться, а те, кто выехал, не могли вернуться домой. А в магазинах за время дорожной блокады почти иссяк необходимый продовольственный запас. Машины не могли с хлебом пройти 3 или 4 дня. Сюда никто не мог проехать. Это машины, и машины ломались, и проехать невозможно было. Там такая лужа, и такая трактора, если они друг друга, трактор друг друга таскали. 147 подписей под обращением «Изменить положение дел к лучшему» сделали свое дело. Самый проблемный участок протяженностью 7 километров от поселка Арджиникидзевский до Подвинска республиканский Минтранс включил в график с финансированием и сроком сдачи на этот год. Этот участок дороги мы должны сдать в ноябре месяце. Еще необходимо отсыпать 40 тысяч кубов земполотна, и потом самое главное будет отсыпка дорожной одежды. Объект имеет свои сложности. На 7 километрах 16 водных преград. Необходимо построить 13 водопропускных сооружений и 3 автомобильных моста. Даже подземные трубы отнимают немало времени. Да к тому же проектировщики не смогли в этих сложных таежных условиях предусмотреть все нюансы. Кроме того, что установить трубу, еще надо сделать насыпь. Вот на этой трубе насыпь поднимается на 2 метра 30 сантиметров поверх трубы еще. Засыпка скальным грунтом и все проще. Это дополнительные затраты, дополнительное время. Вот на этой трубе мы работаем уже вторую неделю. Скальный грунт, это не входит в проектные проекты. Это уже дополнительные затраты и работы. Чтобы сделать качественную работу, надо было потрудиться. Из 10 миллионов рублей на строительство участка пока отпущен 1 миллион. Но работы дорожники не останавливают. Таежное лето короткое, то есть и благоприятные сроки строительства тоже. Всего миллион дали. Финансирование желательно, чтобы было лучше. А вот эти 9 миллионов, их же где-то взять надо? Ну как, оборотные средства свои предпочтают. Все равно же работают, она же не стоит. Где-то зарабатываем на других объектах, в другом регионе и вкладываем. В другом регионе, то есть в соседнем Красноярском крае. А вдобавок уже не один год, чтобы выжить, Арджиникидзевская ДРСУ параллельно со строительством дорог занимается сельским хозяйством. Не подрабатывают у кого-то, а выращивают зерновые на своих собственных полях. Свыше тысячи гектаров. Урожайность, как у профессиональных полеводов. Удается и коллектив сохранить, и подспорье в зарплате. И потому еще есть, кому в районе приводить дороги в порядок. Мастер по дорогам сам пешком ходит, просматривает. Если КАМАЗ выгружает, здесь же грейдер подходит, расчищает уже сразу, чтобы легковая машина могла пройти спокойно. Даже просыпают мелкой щебенкой, мелкая щебенка откуда-то издалека завозится. Дорогу в Приисковый прокладывали почти 100 лет назад, на золотые прииски. О том, что ей довольно много лет, говорят старые разрушенные мосты. В такой же вид могут прийти еще 2-3 переправы, а они не в границах 7-километрового участка, то есть под реконструкцию не попадают. А в связи со строительством турбазы на Ивановских озерах туда идут грузовики. Эту дорогу необходимо реконструировать, чем быстрее, тем лучше. Потому что людей в данное время на Приисковый в связи с открытием лыжных баз едет больше и больше, транспорту больше и больше, уже грузовые машины пошли, большегрузные уголь везут, все везут, стройматериалы везут, практически эту дорогу раздавят скоро. 7-километровый участок строители планируют сдать в срок. То есть в этом году другой вариант будет означать, что следующей весной может повториться ситуация, когда дорога вновь станет непроходимой. А она здесь одна. Других путей, связывающих таежные села с райцентром, здесь попросту нет. Отставка недели. Глава Багратского района Вадим Сацук подал заявление о досрочном сложении своих полномочий. Сделал он это по требованию временно исполняющего обязанности главы Хакасии. Виктор Зимин в последнее время не раз высказывал претензии, называя Багратский район самым отстающим в республике. Одна из претензий в жесткой форме была высказана во время июльской поездки Виктора Зимина по территории района. Касалось это ситуации с сельхозпредприятием Первомайское, где обстановка вышла из-под контроля и конфликт директора и не получавших долгие годы стабильной зарплаты работников хозяйства зашел в тупик. Оценив в целом обстановку в районе, Виктор Зимин сказал буквально следующее. Я не имею полномочий снимать руководителя района, но имею право высказать о нем свое мнение. Считаю, что Вадим Сацук не справляется с обязанностями. Положение в экономике, сельском хозяйстве и социальной сфере у него гораздо хуже, чем в других муниципалитетах республики. В итоге появилось заявление об отставке. Исполняющим обязанности главы района назначен Сергей Чернышев, занимавший пост первого заместителя министра регионального развития Хакасии. Напомню, что предыдущий глава Багратского района Владимир Тоторов тоже досрочно покинул свой пост по настоянию Виктора Зимина. Ну а другие, наоборот, начинают борьбу за выборные должности. На этой неделе завершилась регистрационная и началась агитационная кампания кандидатов в средствах массовой информации. На пост главы республики претендует шестеро кандидатов. Это Денис Бразаускас от политической партии коммунисты России, Владимир Быков, патриоты России, Николай Дудко, справедливая Россия, Виктор Зимин, единая Россия, Виктор Соболев, ЛДПР, Игорь Чунчель, КПРФ. Кандидату от регионального отделения политической партии Народной Свободы Олегу Иванову в регистрации отказано. При проверке с данных документов выяснилось, что кандидатам представлены подписи в поддержку выдвижения от 48 депутатов, представительных органов и глав муниципальных образований, в то время как минимальное количество таких подписей, установленное законом, 126. Всего в Хакасии к 8 сентября пройдут 20 избирательных кампаний. Предстоит выбрать глав администрации в 8 муниципалитетах. За кресло мэра будут бороться в Абакане, Саиногорске и Абазе. На пост главы сельсовета в Верхоскизе, поселках Кирба, Приисковый, Таштыб и Ачуры. Предстоит выбрать депутатов Горсовета Абакана и Верховного Совета Хакасии. В общей сложности на 98 должностей претендует 1080 кандидатов. Из них самовыдвиженцев всего 57 человек, что в 10 раз меньше, чем на предыдущих выборах остальные представители партий. Продолжит программу парламентский дневник. Напоминаю, наш адрес в интернете вести.дефис.хакасия.рф. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok